Сегодня на нашем канале запущено вещание высокой четкости отдельной программы уже можно видеть в качестве HD. Напомним, на Самаргис продолжается обновление студии и в течение этого времени программа события будет выходить без ведущих. Сегодня на телеканале Самаргис началось тестовое вещание в формате высокой четкости Full HD. Скоро все наши зрители могут насладиться прекрасной, четкой, сочной картинкой и отличным звуком. Приглашаем к просмотру нашего телеканала. Сегодня в выпуске. Закопать все то, что раскопали, теплоэнергетики бросили все силы на перекладку сетей на Ташкентской. Успеть до холодов наш корреспондент не спал ночь, чтобы узнать, как продвигается ремонт Старозагоры. Дают фору своим старшим товарищам, юниоры крыльев советов, чемпионы первенства ПФО. В Самаре до конца года появится сразу несколько новых детских садов. Сейчас активные работы идут на улицах Ташкентская, Алматинская и Георгия Ратнера. Укладываются ли подрядчики в срок, проверила глава города Елена Лапушкина. Первая точка – новое здание на Ташкентской. Здесь откроется детский сад на 240 мест для малышей в возрасте от года до 7 лет. Всего 12 групп. Будут и ясельные. Объект строится по программе развития муниципальной системы образования городского округа Самары на 2015-2019 годы. А также программе национального проекта «Демография». Глава города бывала на этой стройплощадке неоднократно. Подрядчик от сроков отставал из-за подтопления котлована. Сейчас ситуацию исправили. В середине следующей недели тоже второй этаж будет завершен. Штукатурка в середине недели, первый этаж уже тоже добьемся. Прорежем с выходных третий этаж. С понедельника, со вторника уже стену. Электрику приступили уже на первом этаже. Еще одно здание для нового детского сада возводят на Алма-Атинской. Здесь подрядчик уже приступает к отделочным работам. Света уже согласованы. Я думаю, что в следующие недели уже в этот этаж начнется. Крайц уже возникнет. Следующая точка – здание на Ново-Вокзальной. Раньше здесь располагался городской центр развития образования. Теперь комнаты переделали, чтобы разместить ясельные и дошкольные группы. Всего 240 мест. Идут в графике, приступили к благоустройству территории. Уже обустроили спортивную площадку. Для детского сада прям спортивная площадка такая профессиональная. Ну, это не площадка. Мы просто решили так вот нарисовать. Не, ну так-то да. В любом случае, они тут какие-то гимнастики будут делать. Здесь все занятия можно проводить. А забор мы меняем? Да. Глава города проверила, как идет строительство и на улице Георгия Ратнера. Здание уже готово. Приступают к отделке. Скоро начнут красить стены, устанавливать двери и специальное покрытие. Сейчас активно приводят в порядок прилегающую территорию. Введем установку бортового камня, укладываем брусчатку, занимаемся работами по пожарному проезду, ведем работу по теневым навесам. Все подрядчики идут в графике. Новые здания для детских садов должны быть готовы до конца этого года. Лариса Шалафас, Николай Сидоров, События. В Самаре состоялся выездной штаб по подготовке города к отопительному сезону. Проверено несколько районов. К 15 сентября планируют завершить все работы. Наша съемочная группа оценила подготовку. На ремонт теплотрассы в этом году потратили 780 миллионов, что вдвое больше затрат прошлого года. Особое внимание уделено участку на улице Старозагора Ташкентская. Его протяженность более 1200 метров. Закончить работу должны к 15 сентября. Участок большой, трубы здесь были сильно изношены. Поэтому на его восстановление ушла львиная доля финансовых затрат. Завтра мы там делаем переврезки, отключаем горячую воду у жителей для того, чтобы уже собирать постоянную схему по подготовке к зиме именно этого самого большого объекта, который у нас был в этом году. Он практически у нас 70% всех финансовых средств ушли именно туда. Выездной штаб проверил 11 объектов. Подрядчики завершают работы на теплотрассах на улицах физкультурной свободы. Так на свободе трасса собрана. Проведена засыпка песком и проливка. Далее продолжится восстановление благоустройства. Еще один важный объект на Комсомольской площади. Большой участок в 246 метров. Сложности работе добавлял интенсивный трафик около ЖД вокзала. Рабочие трудились и днем, и ночью. Сейчас его готовность составляет 80%. Выполнены работы на большей протяженности сети. Часть трассы, проходящей по дороге, уже даже заасфальтировали, чтобы не мешать движению транспорта. 200 метров теплотрассы заменено. Осталось проложить 40 метров труб. После этого на площадке восстановят асфальт и плиточное покрытие. Самая главная сложность была – это переход через улицу Спортивная. Здесь очень большой трафик движения. Естественно, это остановка этого трафика. И под дорогой проходят еще трубы водоканала. Это нужно было в течение трех дней успеть, во-первых, откопать, демонтировать старую трубу, монтировать новый канал, положить новую трубу и закопать это все. Работали круглосуточно. Всего в Самаре по плану переложить трубы на 15 участках. Четыре из них готовы полностью на улицах Победы, Садово, Некрасовское и Волгино. Восемь объектов обещают доделать к 10 сентября, а к 15-му еще три – на Физкультурной, Старозагора-Ташкентской и перекрестке Теннисная-Каховская. С середины сентября начнутся комплексные проверки готовности объектов городского хозяйства к грядущим холодам. Валерия Куценко, Василий Калдашов, События. В Самаре продолжается ремонт дороги на Старозагоре. Сделано почти половина того, что намечено. Появятся новые парковочные места и развязки для разгрузки движения. Что уже сделано, а что предстоит, узнаем из нашего сюжета. С 8 вечера до 6 утра, не покладая рук, около 40 рабочих делают новую дорогу на кольцевой развязке Старозагора и 22-го порт съезда. Это место наиболее загружено, поэтому в первую очередь работы ведутся здесь. На Старозагоре появятся новые парковочные места и развязки. Вдоль дороги высадят газоны, установят новые светофоры. За качеством асфальта бетонной смеси постоянно следят. На заводе лаборатория выдает экспресс-анализы. Расстояние до объекта ремонта около 22 километров. Чтобы поддерживать температуру смеси, КАМАЗы оснащены пологами. А чтобы добиться качественного уплотнения смеси, задействованы три катка разного тоннажа. Сначала идет более легкий, а замыкает процессию 15-тонная машина. В текущем году планируется выполнить работы по ремонту покрытия на проезжей части на всем протяжении от улиц Советской армии до улицы Нового вокзальной. Впервые в Самаре работы ведутся по контракту трехлетнего жизненного цикла. Это значит, что ремонт и содержание дороги выполняется одной подрядной организацией. При этом гарантия на все пять лет. Здесь и подрядчик будет следить за уборкой еще дороги. В общем-то, во все времена года. Поэтому и снег он будет вывозить самостоятельно. Поэтому, так скажем, мы за этой дорогой будем пристально смотреть. У нас есть вся необходимая техника для этого. Ну и плюс стимул, чтобы подрядчик и содержал, и ремонтировал, чтобы в едином комплексе все было. Автомобилистов радует, что появятся новые парковочные места. Их сильно не хватало. Еще они вспоминают, как плохо здесь было раньше. И хотели бы, чтобы такие дороги сделали по всему городу. Конкретно здесь, да, здесь был плохой участок дороги. Постоянно вот эти вот по кольцу кочки напрягали. Ну, сейчас будет лучше. Ну, вообще, конечно, это все замечательно. Еще сделать бы это по всему городу. Участок дороги от Советской армии до Нового вокзальной планируют отремонтировать в течение двух месяцев. Сейчас готовность составляет 45%. А в следующем году комплексный ремонт на Старозагоре продолжится. До перекрестка с Ташкентской. По контракту жизненного цикла в этом сезоне преображается и «Улица Победы», где работы выполнены уже на 94%. Кроме того, во время ремонта большими картами сверхзапланированного по нацпроекту в Самаре привели в порядок еще 11 участков дорог местного назначения. Никита Борисов, Константин Головин. События. Виталий Саушкин. Должен выполнять все работы либо наличные средства, либо с помощью банковского кредита. Такое нововведение для застройщиков все только в процессе усвоения. Однако уже сегодня они прогнозируют сокращение сроков строительства, что не может не радовать покупателей жилья. Деньги будут заемные и, соответственно, со стороны банка будет какой-то некий контроль. И нам-то не очень будет интересно достигнуть удовольствия и выплачивать. Мы же платим деньги за пользование кредитом. Для того, чтобы помочь бизнесменам разобраться с новой системой, в Самаре провели семинар. Консультацию устроили федеральные специалисты, которые ответили на все волнующие строители вопросы. Методологическую помощь местным застройщикам готовы оказать и в региональном правительстве. Мы, как министерство строительства, не можем стоять в стороне и благодарны коллегам за их приезд в наш регион. За то внимание, которое уделяется Самарскому региону, уверен, что совместными усилиями окончательно добьемся решения поставленных задач по переходу на новые изменения в рамках 2014-го ФЗР. У застройщика сегодня есть уникальная возможность использовать для строительства федеральные земли. Сейчас в Самаре есть семь свободных участков. Один из них расположен вблизи стадиона «Самара-Арена». Застройка там необходима, считают региональные власти, для комплексного развития территории. Тем более, что и вся инфраструктура готова. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наружной рекламы в Самаре станет меньше и она подорожает. Областные власти рассчитывают на дополнительный доход в региональный бюджет. Начался прием заявок на аукцион, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Как внешне изменится Самара в ближайшее время, расскажут эксперты. Количество рекламных перетягов и счетов уменьшится на четверть. Помимо экономического расчета, повысить спрос на рекламное место. У областных властей есть желание избежать информационной перегрузки мегаполиса с учетом архитектурного облика Самары и требований безопасности дорожного движения. В исторической части уже не осталось ни одной крупноформатной конструкции. Избавились и от афишных стендов. На смену им установят цифровую рекламу. Новый подход к регулированию рекламного рынка реализуется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он ориентирован на современные мировые стандарты. Изменились правила игры и для бизнесменов. С этого года они могут рассчитывать на аренду рекламной конструкции сроком до 10 лет, а не 5, как было раньше. Это должно повысить окупаемость, отметил Виктор Кудряшов, исполняющий обязанности председателя правительства Самарской области. По нашим оценкам, окупаемость вложений в установку рекламных конструкций с учетом тех сумм, которые будут заплачены на аукционе, составляет 5 лет. То есть при 10-летнем сроке эксплуатации, согласитесь, очень неплохая рентабельность получается, и этот вид бизнес становится очень привлекательным. В этом году на аукцион будут выставлены места под установку конструкции разного формата. Прием заявок начался сегодня. Торги пройдут 14 октября. В один крупный лот входит до 50 счетов. Есть и мини-предложения от 1 до 25 штук. Это сделали для того, чтобы в торгах смогли поучаствовать как можно больше предпринимателей. Нами интересуются крупные игроки, которые специализируются на рекламной деятельности из других регионов страны. Ну и, конечно, мы хотели бы, чтобы в этих процедурах приняли участие и местные предприниматели, потому что действительно на сегодняшний день им предложены уникальные условия, очень выгодные условия для этого перспективного растущего вида деятельности. Стартовые цены торгов на рекламные щиты будут на том же уровне, что и 5 лет назад. А значит, бизнесмены окажутся в прибыли в любом случае. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Дети помогают детям. В Самаре прошла ежегодная благотворительная акция «Белый цветок». Большое количество людей пришло поддержать детей с ограниченными возможностями. На акции можно было приобрести товары, сделанные руками школьников. Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд. В благотворительной акции «Белый цветок» принимает участие Людмила Чебодаева. Она член Самарской общественной организации детей-инвалидов и волонтер. Признается, эта работа для нее особенная. Мы чувствуем радость, удовлетворение своей деятельности и надеемся, что мы все-таки поможем этим детям. Благотворительная акция «Белый цветок» проходит уже четвертый год. Название выбрано не случайно, ведь это символ милосердия. Каждому, кто пришел, вручают «Белый цветок». Почти каждый сувенир на акции сделан вручную школьниками и воспитанниками детсадов. Также для гостей организованы мастер-классы, например, по плетению косичек. Организаторы не скрывают своих чувств. По их словам, полученный результат придает еще больше сил, чтобы не останавливаться на достигнутом. Чувствую внутренний подъем и вот тот оптимизм, который присутствует здесь, он дает силы для того, чтобы работать далее. При поддержке нашей районной администрации, в том числе, это мероприятие проходит. Я вам даю честное слово, что мы это будем продолжать, традицию будем продолжать, помогать. Самым активным жителям промышленного района вручили благодарственные письма. Все собранные средства акции «Белый цветок» будут переданы в Самарскую городскую общественную организацию детей-инвалидов, инвалидов с детства. Парус надежды. Никита Борисов, Григорий Плешаков. События. Сегодня во всем мире отмечают, наверное, самый светлый праздник – День благотворительности. Чтобы сделать кого-то счастливым, не обязательно принимать участие в крупномасштабных акциях. Добро гораздо ближе, чем нам может показаться. Здравствуйте. Это «Право на маму». Вы знаете, что в нашей программе мы рассказываем о детях, которым в силу возраста или особенностей развития достаточно сложно найти родителей. Поиски семейного счастья для малышей с непростой судьбой – добрая традиция «Самары ГИС». Команда телеканала не остается в стране от проблемы детского одиночества вот уже 8 лет. В 90% случаев после выхода в эфир программы дети обретали семьи. Многие родители, которые хотят усыновить малыша, после знакомства с медицинскими документами от идеи отказываются. Программа «Право на маму» помогает преодолеть страх, наглядно показывая, что это самые обычные дети, которым нужно чуть больше внимания и заботы. Когда ребенок находит семью вот такой особой, для меня это как глоток свежего воздуха, как какой-то вот прилив сил жить дальше даже в своей ситуации. Для меня это вообще дело всей моей жизни. Ольга Шелест возглавляет благотворительный фонд, у которого более 200 подопечных. Организация оказывает семьям особенных детей реальную помощь. Они своевременно получают лекарства, лечебные процедуры и тренажеры. Но главное – дарит ощущение того, что они не одни на этом свете, что о них есть кому позаботиться. Поехали! Макс, ну как тебе? Сейчас в сети становится все больше мошенников, которые выдают себя за родителей детей-инвалидов и просят помощи. Если вы решились на пожертвование, эксперты рекомендуют проверить всю информацию в интернете. Если она правдива, то окажется в нескольких источниках. Обратить внимание нужно и на счет, который указан в объявлении. Если это действительно просьба о помощи, то в ней не будут указаны личные банковские реквизиты. Мария Левина, Григорий Пелешаков. События. Загородные лагеря, туристические походы и экспедиции. В Самаре более 100 тысяч школьников с пользой провели летнее время. Направления были разные – спорт, театр, краеведение. Результаты узнаем прямо сейчас. В 2019 году на летний отдых самарским детям был выделен 161 миллион рублей. Работало 7 оздоровительных лагерей, 45 профильных смен. В августе в лагере «Юность» отдохнули 60 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Работали палаточные лагеря, они находились под особым контролем у департамента образования. Для детей, которые предпочли остаться дома, по всему городу работали 110 праздничных площадок. На них провели время около 26 тысяч детей. 900 школьников во время летних каникул занимались футболом, баскетболом, легкой атлетикой и велоспортом. Еще столько же ходили в организованные походы и экспедиции. 504 подростка приняли участие в международных проектах и побывали в Тайване, Израиле, Абхазии, а также в разных городах России. На это городские власти потратили около 3 миллионов рублей. Отличительной способностью центров от обычных лагерей является то, что отдых в них направлен на оздоровление, развитие и дополнительное образование детей. Смены организуются по разнообразным профильным программам – технической, спортивной, художественной, экологической, естественно-научной, боево-патриотической направленности, а также добровольческим и духовно-просветительским программам. В год театра проведены три профильные тематические смены. В настоящее время завершает работу конкурсная комиссия, которая определит победителей среди организаторов профильных смен. Осенью в некоторых лагерях Самары проведут ремонт. На эти цели выделено 29 миллионов рублей. Преображение ждет Арго, Салю-2, Зарю. Там сделают спортивную площадку, а в юности планируют отремонтировать спальный корпус. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. Парадная, как ее уже стали называть многие, самарцы, улица Куйбышева в эту субботу вновь станет пешеходной. На этот раз здесь пройдет областной фестиваль студентов, на котором они продемонстрируют свои таланты и достижения в различных сферах в творчестве, науке и спорте. Уже вечером 7 сентября на площади Куйбышева под открытым небом прозвучит классическая музыка по городскому проекту «Классика над Волгой», традицию которому заложил еще в 2012 году Дмитрий Азаров. Эта суббота будет богата на события. Самое знаковое – это открытие памятника знаменитому композитору Дмитрию Шостаковичу, которого с нашим городом связывает очень многое. В годы войны он был эвакуирован в Куйбышев, где и впервые прозвучала его знаменитая Седьмая симфония. Одноименный фестиваль в Самаре пройдет в начале октября. А уже в эту субботу на площади Куйбышева состоится концерт-открытие фестиваля. Начало в 17.00. Это будет очень интересная встреча, которая познакомит нас и с творчеством композитора, и объединит наш самарский народ, наших самарских слушателей. Это будет такое некое посвящение великому мастеру к открытию памятника, которого мы очень долго ждали, и который, я думаю, будет визитной карточкой нашей Самарской области. Это будет большой праздник серьезной музыки, которая нам нужна, и которую мы любим и дорожим тем, что она была связана с нашим городом. Вишенкой на праздничном торте станет выступление популярных российских звезд эстрады, после чего небо над Самарой озарится ярким фейерверком. Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самаре прошел финал первенства Приволжского федерального округа по футболу среди 17-летних спортсменов. Крылья Советов заняли первое место и уже в ноябре отправятся на всероссийский суперфинал в Сочи. Юниоры Крыльев Советов – чемпионы первенства Приволжского федерального округа. К такому успеху команда шла не один год. Самарские мальчишки впервые надели бутсы в пять лет, но только когда им исполнилось 17, футбольные специалисты заговорили о них, как о будущих звездах российского футбола. Ведь юные крылышки четвертый сезон подряд, первые в Поволжье, а в этом году лучшим вратарем турнира стал самарец Данила Бельтюков. Буквально завтра-послезавтра многие из них окажутся в командах профессиональных, лучших командах. Мы сегодня наградили лучших игроков, защитников, нападающих. Поэтому я думаю, что хорошая перспектива у ребят – это будущее нашего футбола, российского футбола. Кто-то из них будет, может быть, играть в сборной команде России. И я думаю, что это большая часть и для Самары, и для участников быть здесь, участвовать в этом турнире. Отборочный этап первенства зоны Поволжья прошел в Нижнем Новгороде. Играть там было трудно, вспоминая тренера юниорских крылышек. Качество газона было намного хуже, чем на металлурге, на котором тренируются и выступают самарцы. Однако юные мастера футбола достойно справились с этой задачей и вышли в финал соревнований. Без крови и пота – это тоже невозможно. Есть игроки неплохого уровня, скажем, для этого возраста, которые в дальнейшем могут вырасти, я думаю, у футболистов даже премьер-лиги. В самарском финале «Крылья Советов» выиграли Тольяттинский «Акрон» 3-0. Ижевск и Нижний Новгород сдались при счете 3-1. А Нижникамский «Нефтехимик» вообще выбросил белый флаг. Самарцы забили 8 безответных мячей. Вторая команда из Нижнего сумела сыграть в ничью 1-1. В итоге, заняв первое место в Поволжье «Крылья Советов», в ноябре поедут в Сочи. Уже за медалями суперфинала первенства России среди 17-летних футболистов. За места на пьедестале почета сразятся 10 лучших команд страны. Нам очень важно было, чтобы в городе был этот турнир. И мы надеемся, что и по другим возрастам мы сюда будем привозить финалы. Это в первую очередь для города важно, это в первую очередь важно для ребят, которые у нас занимаются в центре подготовки. Потому что все видят и будут стремиться к тому, чтобы были у нас победы. Руководство Российского футбольного союза осталось довольно тем, как прошел турнир в Самаре среди юношей. И надеется, что городская федерация футбола сможет достойно провести финалы первенства ПФО и по другим возрастам. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!